Всем привет дорогие друзья! Сегодня я хочу показать вам рецепт, по которому готовлю котлетки. Очень вкусные, очень сочные получаются, а еще они получаются в два раза полезнее. И не добавляем мы никакого хлеба туда, ничего такого, минимум продуктов. И одной из составляющих это будет нут, который нужно замочить минимум на 2 часа, а лучше на ночь. Затем нут нужно отварить, он у меня варится обычно минут 40, час, там ему не важно, он не разварится. К нуту добавляю сюда сразу лук, лук не обязательно мелко резать, потому что я сейчас все это буду культурно перебивать блендером. Также можно добавить сюда еще 2 зубчика чеснока, ну до 2 зубчиков, кто как любит. У меня смесь довольно плотненькая, я смотрю, что блендеру сложно с ней справляться, поэтому я сюда сразу добавляю яйца, чтобы просто удобнее было перебивать блендером. Добавляю сразу 2, и потом возможно мне понадобится еще одно, потому что яйца у меня не очень большие. Перебиваю нут с луком и с яйцом. Котлетки наши будут в разломе казаться, будто бы они просто мясные, и в них ничего нет, кроме мяса. За счет того, что нету никаких кусков лука, никаких кусков хлеба, ничего такого нет. Перемешиваем фарш вместе с нутовым пюре, получается однородная такая масса. Она довольно плотная, поэтому я решила добавить сюда еще одно яйцо. Можно добавить сюда пару ложек чего-нибудь, какого-нибудь майонеза, сметаны, чего-то такого. Но можно и без этого абсолютно обойтись. Солим, конечно же, перчим, добавляем специи по вкусу. У меня это будет только мускатный орех и перец из спец. Больше ничего добавлять не буду. Хорошенько перемешиваем и можем начинать формировать котлеты. Конечно же, можно формировать обычно руками. Я люблю формировать вот так вот ложкой, как мороженка. Кнельки вот так вот делаю ложкой, перекатываясь ложки с одной на другую. Посмотрите, они прекрасно лепятся. Такие плотненькие, не разваливаются, не распадаются. И во время жарки тем более, потому что в составе есть яйца. Но, конечно, вы можете лепить ручками, никто вам ничего не скажет. И я, в принципе, жарю вот так вот прям сразу. Кто любит, можете обвалять в муке, либо в панировочных сухарях. И обжариваем с двух сторон. Все, можно кушать и наслаждаться. Очень вкусные котлетки, очень сочные, очень просто бесподобные. И намного полезнее, потому что там и растительный белок, и животный. И это намного круче. Обязательно попробуйте и поставьте пальчик вверх. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.